Народный учитель, почётный гражданин и просто надёжный друг. Юрий Латышев оставил след в сердцах сотни ульяновцев. Коллеги вспоминают его как педагога-новатора, ученики – как ходящую энциклопедию. Юрий Иванович посвятил 60 лет любимому делу – педагогике. За эти годы он воплотил в реальность свои мечты и задумки, разработал не один метод обучения. Людмила Сергеевна – жена Юрия Латышева и по совместительству коллега призналась – главный секрет её мужа – любовь к тому, чем занимаешься. Желание оставить след после себя. Это был человек, который очень любил детей. Это человек, которому было просто неприемлемо повышение голоса даже на ребёнка. Он об этом говорил, что это ни в коем случае повышать голоса на ребёнка нельзя. Это просто наоборот трус самого показывает учителю. Светлая память о Юрии Ивановиче теперь увековечена не только в сердцах близких и знакомых, но и на фасаде гимназии 44, где и преподавал Латышев. Здесь установили мемориальную доску – слава сердцу учителя. Возложить цветы, сказать добрые слова прощания и просто вспомнить о заслугах Юрия Латышева пришли десятки людей. Все причастны отпустили в небо белые шары, а с ними и боль утраты. В школе ученики и коллеги оформили выставку, посвящённую народному учителю, материал для которой по крупицам собирал ещё при жизни сам Юрий Иванович. Торжественное открытие должно было быть ещё в прошлом году, но вмешалась пандемия. А дальше сказали, будет юбилей, 89 лет вчера было бы. И мы тогда сделаем, Юрий Иванович дорогой, открываем всё и заново начинаем читать, смотреть. Он писал по жизни, он писал всю автобиографию сам и нам рассказывал. И вот хотел бы рассказать дальше, но сегодня рассказали дети. Ученики подготовили целую программу, посвящённую Юрию Латышеву. Любимую песню учителя сегодня пел не он сам, а люди, которые его уважают и любят. Свечку, как знак вечной памяти, приехал поставить губернатор Сергей Морозов, а также глава города и депутаты. Сами дети отмечают, что эта стена важна не только для всей школы, но и для каждого по отдельности, кто был знаком с Юрием Ивановичем. Когда он к нам приходил на открытые уроки, даже когда он задавал просто один вопрос и заставлял нас этим самым размышлять и сам давал ответ, было безумно интересно его слушать. Открытые уроки, которые он приводил, а также когда проходила моя инаугурация в президенты, мы разговаривали с Юрием Ивановичем, он мне передал, ну точнее дал какие-то наставления, советы. И поэтому эта стена довольно-таки значима как лично для меня, так и для всей нашей школы. Среди гостей старшее поколение учеников Латышева. Олег Пивкин окончил школу ещё в 1997 году. В 44-ю гимназию он перевёлся уже в сознательном возрасте, в 10-м классе. Уроки Юрия Ивановича Олег запомнил на всю жизнь. Это уникальные методики обучения с использованием специальных гарнитур и отдельный подход к каждому. Знания, которые Латышев подарил своим ученикам, намного шире страниц учебника. Даже после получения аттестата выпускники с радостью приходили к учителю за советом. Я мог всегда в любой момент с ним переговорить. Наверное, даже уже не как ученик с учителем, где-то даже больше как родитель с родителем. Но он давал такую колоссальную не только знание, но и подпитку такую эмоциональную. То есть после того, как с ним пообщаешься, как будто по-другому открывался взгляд на вещи. И хотелось опять идти вперёд, творить. И понимал, когда есть такие люди, как Юрий Иванович, надо всегда двигаться в правильное направление. То есть брал с него пример просто-напросто. Сейчас проходит ряд мероприятий, посвящённых Юрию Латышеву. Это и туристический слёт в Димитровграде, и школьные соревнования. Союз журналистов под руководством Олега Самарцева готовит книгу с отзывами о Юрии Ивановиче. А для студентов Ульяновского педагогического университета издаётся методичка по концепции Латышева о перевёрнутом уроке. Александра Никитина, Даниил Сурков, Управда ТВ.